всем привет сегодня у нас на чистке башкирская красавица мармелад вот такие шикарные две глыбы но начнем с мелочи и глыбы мы будем чистить с вами по моему методу так сказать у нас сильный ветер если кому-то будет слышно прошу прощения но по-другому никак не получается так вот видите она прям крошится из-за этого будем ее чистить очень аккуратно мармелад слоистый хрупкий чистый не скрипит я уже пробовала его ну вот косяк что зачищать его конечно сложновато но я для себя так сказать поняла что зачищать этот сорт нужно когда он сухой в мокром виде он прям расползается то есть сухом его легче почистить чем в мокром это все я опламывала ну как опламывала пока я доставала на меня в руках прям потому что сорт слоистый у нас на улице какой-то треш творится ветрища просто ужасный вот видите поползла чуть-чуть надавил ножом и все как-то вроде плотненькая слоистые так-то раскол вот здесь вот боковинку только надо зачистить но отходов конечно будет достаточно от этого сорта ну блин насколько она классная нежная бархатистая и вот ее когда откусываешь она также расслаивается во рту опустила камеру маленько чтобы вам видно было получше и мне так будет удобнее будем изучать такими маленькими кусочками отламывать и зачищать сейчас я почищу она сразу не пойдет на обзор буду снимать на нее обзор так и с той стороны начала чистить боковинку надо почистить мармелад я пробовала года два назад я брала у местного продавца не знаю у кого она заказывала мармелад это такой же только чуть посветлее тот у меня был темненький ну кто мои распаковки смотрит смотрел вернее она где-то в распаковках есть вот такая красота теперь мы переходим к большим глыбушкам я вам покажу как будем мы ее зачищать я буду отламывать если получится конечно потому что она видите ее можно разобрать руками со всеми мелочевку я оставлю без камеры зачищу такие кусочки будем сразу с вами зачищать мне просто есть вот видите если убить отходов будет еще больше а так мы сейчас с вами будем разбирать на кусочки слоистая и не знаешь с какого края к ней подобраться вот этот бачок можно и так зачистить я думаю потому что это была одна большая глыба и она раскололась и и тут с одного края грубо говоря надо будет почистить где не чищена сразу видно вот про это я не говорила все посыпалось на мелочевку беру а так она плотненько ее чистишь она прям чувствуется что она плотненькая вот минус таких кудрявых сортов что ты пока верхний слой зачищаешь он весь осыпается я стараюсь очень аккуратно жду не дождусь когда мне лезвие привезут новую с большим ножом вот смотрите я чищу и прям чувствую что сейчас сейчас отвалится пошла пошла сыпаться ну вот я вам про это и говорила что сыпушка еще там так это с разлома так это с разлома это тоже с разлома так сейчас вот начинает насыпаться но это все разлом потому что мы сейчас разломаем все чистое а вот здесь вот нужно будет зачистить один уголок так что у нас сегодня ручная околка с вами я ее пыталась влажную почистить но она вообще поползла я такая хорошо я дам тебе высохнуть какая красота так мы еще с вами не делаем асмр здесь боковинку оп здесь тоже чуть-чуть совсем мелочь я уже без вас почищу так так и вот так приходится некоторые сорта очистить сейчас мы малинку разберем этот кусочек чтобы не посыпался основательно это чистый надо вот здесь зачистить не крошись тут уже самостоятельно все ведь я пошел раскалываться такая красота я очень конечно рада что он ко мне доехал целиком и не расхлестался раскол но мне почему-то хочется здесь зачистить внутри она еще влажненькая чуть-чуть еще влажновато а потом эти крошки я все переберу выберу что можно будет почистить так и здесь у нас вот этот бочок потерял а вот вижу вот вот есть и большие кусочки маленькие будут маленькие еще на пасту так еще у нас одна с вами глыбушка а прям видно что он слоистая прям здесь тоже нужно только верхушку почистить так что разбираем потихонечку я знаю что есть те которые не чистят но я вам еще раз повторюсь это мой выбор это мое желание я всегда зачищаю мне так надо еще один кусочек все раскалывается в крошечку так это чистый кусочек это тоже чистый ну давайте ломать вообще абсолютно без какого-либо усилия это уже боковинку мы сейчас зачистим здесь тоже нужно будет верхушку почистить края я обломаю чтобы было удобно держать чтобы на лишний раз не сыпалась вот такой мармелад а щеткой чистить нет я не хочу мне нужно все равно срезать верхний слой ну все посыпалось вот гортензию также будем с вами чистить гортензию и сирене не такие же цепушки чуть дотронься и все так я потом переберу иначе видео затянется надолго вот так получается берем кусок легко его тянем на себя и он у нас разломывается ну 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 куда ты в пляс то пошел вот кстати арахис ой сейчас я вам наговорю оранж тоже нужно зачищать когда он подсолнится вот это чистый так видите что творится вот так здесь нам зачистит только вот боковиночки такой слоистый красавчик все сыпется но надо я вижу где надо почистить конструктор глиняный так ой 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 прям в руках все сыпется в руках осталось нам чуть-чуть так как я тут зачищать а вот только с этой стороны ой 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 все рассыпался почистился сам он такой красавчик так так на этом все мармелад мы с вами почистили как смогли ну вот такая сыпушка ну очень-очень вкусная скоро будет обзор и обязательно сделаем из него пасту всем спасибо всем пока пока пока